Всех приветствую дорогие друзья на канале Радиолюбитель ТВ. Сегодня мы с вами будем говорить об электронных лампах. Что такое электронная лампа, какие виды электронных ламп бывают, триоды, тетроды, пентоды, гексоды и другие. Рассмотрим как работают электронные лампы, зачем они вообще нужны, и как их использовали, и где до сих пор используют, даже сейчас в наше время. А сначала я хотел бы вам посоветовать канал 3DIY. Там ребята показывают как собираются 3D принтеры, какие комплектующие лучше приобрести, учат как собираются и работают 3D принтеры, и помогают выбрать расходные материалы, а также рассказывают о работе с ЧПУ. Кто интересуется темой, обязательно подписывайтесь, ссылка будет в описании под видео. Ну а мы возвращаемся к электронным лампам. Казалось бы, вот электрическая лампа. А вот эта электронная лампа, в чем может быть разница? Ну разница большая, электронные лампы или радиолампы. Это можно сказать целый класс электроники. Как сейчас электроника базируется на полупроводниковых материалах, Так в начале 20 века вся электроника была на электронных лампах. Изобретение электронной лампы коренным образом изменило методы использования электромагнитных волн, определило становление и быстрый рассвет радиотехники. Да даже слово электроника появилось от слов электронная лампа. Давайте немного поговорим об изобретении электронной лампы. В 1883 году Эдисон, да-да опять Эдисон, без него походу ничего не обходилось в то время, пытался увеличить срок службы осветительной лампы с угольной нитью накаливания в вакуумной стеклянной колбе. С этой целью он в одном из опытов ввел в вакуумное пространство лампы металлическую пластину с проводником, выведенном наружу. При экспериментах он заметил, что вакуум проводит ток, причем только в направлении от электрода к накаленной нити, и только тогда, когда нить накалена. Это было неожиданно для того времени. Считалось, что вакуум не может проводить ток, так как в нем нет носителей заряда. Изобретатель не понял тогда значения этого открытия, но на всякий случай запатентовал. И благодаря этим экспериментам Эдисон стал автором фундаментального научного открытия, которое является основой работы всех электронных ламп, да и вообще все электроники до создания полупроводниковых приборов. Впоследствии, кстати, это явление получило название термоэлектронная эмиссия. В 1905 году этот эффект Эдисона стал основой британского патента Джона Флеминга на прибор для преобразования переменного тока в постоянный. Это была первая электронная лампа, которая открыла век электроники. В следующем 1906 году американский инженер Лиде Форест ввел в лампу третий электрод, управляющий сетку, и таким образом создал первый триод. Такая лампа могла уже работать в качестве усилителя тока, а в 1913 году на ее основе был создан автогенератор. Вакуумные электронные лампы стали элементной базой компьютеров первого поколения. Главным недостатком электронных ламп было то, что устройства на их основе были довольно громоздкими, а при большом количестве ламп, например в первых ЭВМ, часто единичные выгорания приводили к значительному простою на ремонт. Причем в логических схемах не всегда можно было вовремя обнаружить поломку. Машина могла продолжать работать, но выдавая ошибочные результаты. Для питания ламп необходимо было проводить дополнительную энергию для нагрева катода. Именно он испускает электроны, необходимые для тока в лампе, и образованное ими тепло отводить. Например, в первых компьютерах использовались тысячи ламп, которые размещались в металлических шкафах и занимали много места. Весила такая машина десятки тонн, а для ее работы требовалась электростанция. Электронная лампа по своей конструкции представляет собой герметически запаянный сосуд-баллон, внутри которого размещены тонкие металлические детали, называемые электродами, количество которых может зависеть от типа лампы. Давайте рассмотрим один из электродов – катод. Это разогретый проводник, подключенный к отрицательному полюсу источника питания, который при накаливании начинает испускать электроны. Процесс выбегания электронов из катода за счет его нагрева носит название термоэмиссии, а ток, вознивший в результате этого процесса, называется током термоэмиссии. Анод же в электронной лампе – это положительный электрод, потенциал которого противоположен потенциалу катода. Кстати, термин анод происходит от греческого слова «анодос», что означает «восходящая дорога». Конструкция анода представляет собой пластину или коробочку, окружающую катод с сеткой, имеющей цилиндрическую или прямоугольную вытянутую форму. Также в электронной лампе есть дополнительные электроды, расположенные между катодом и анодом. Функциональное назначение их предполагает возможность управления потоком электронов в направлении от отрицательного электрода к положительному. Эти дополнительные электроды и носят название «сеток». Конструкция сеток электронных ламп представляет собой решетку, составленную из несущих элементов, на которой навита тонкая проволока или проволочная спираль. По назначению сетки подразделяются на следующие виды. «Управляющая сетка», когда небольшое изменение разности потенциалов между управляющей сеткой и катодом приводит к большим изменениям анодного тока лампы, что позволяет усиливать сигнал. Можно сказать, что это были дедушки транзисторов. «Экранирующая сетка», она устраняет паразитную емкость между управляющей сеткой и анодом, что позволяет увеличивать коэффициент усиления и предотвратить самовозбуждение на высоких частотах. А корпус или баллон электронной лампы чаще всего бывает выполнен из стекла, реже из металла. Так как же работают эти электронные лампы? А принципы действия прост. Все построено на том, что раскаленные предметы могут выбрасывать в пространство свободные электроны. Если раскалить металлический проводник и подать на него минус, то свободные электроны будут вылетать из этого проводника. Этот проводник называется катодом. Если поставить недалеко другой проводник и присоединить к нему плюс, этот проводник будет анодом, то электроны не только будут вылетать из катода и образовывать облако вокруг него, но и целенаправленно полетят к аноду. То есть видим направленное движение заряженных частиц, а значит у нас текет электрический ток. Вся проблема в том, что электроны должны лететь с катода на анод в вакууме. Так что нам нужна колба, откуда откачиваем воздух и вставляем два электрода. Ну все, включаем в сеть, катод засветился до бела, ток потек. Ну и зачем же нам такая штука? А тут вся фишка в том, что если поменять полюса батареи, то через лампу ток уже не потечет. Анод ведь холодный и электронов не выбрасывает. А мы получили ламповый диод. Вещь нужная, можно даже детекторный приемник сделать. Что делаем дальше? Вводим третий электрод в сетку, поставив ее между катодом и анодом. Если на сетку подать даже слабый минус, то облако электронов, которое собралось возле катода, не полетит к плюсовому аноду, потому что внутри лампы чистая электростатика. И в таком виде лампа заперта. Но стоит на сетку подать плюс, то лампа сразу откроется и ток потечет. И мы, подав слабое напряжение на сетку, можем управлять достаточно сильным током, который протекает между катодом и анодом. Мы получили активный элемент триод. Такой же принцип действия через 50 лет будет у полупроводникового транзистора. Отношение напряжения между катодом и анодом, и катодом и сеткой, называется коэффициентом усиления. И в хорошем триоде он может достигать даже близко к 100. Смотрим далее. По сути, между электродами лампы образуется как бы конденсатор. Ведь и анод, и катод, и сетка – это электроды, разделенные диэлектриком, вакуумом. Емкость такого конденсатора, конечно, очень мала, порядка пикофарад. Но если у нас высокие частоты, мегагерц и больше, то эта емкость все гадит. Лампа перестает работать. И даже более того, лампа начинает самовозбуждаться и превращается в генератор. В данном случае самым эффективным методом оказалось экранирование самой вредной емкости между сеткой и анодом. То есть, кроме трех электродов, нужно ввести еще одну экранирующую сетку и на нее подать напряжение примерно в половину анодного. Такая лампа с четырьмя сетками стала называться тетродом, а коэффициент усиления у нее возрос уже до 500-600. Но и это еще не все. Дело в том, когда экранирующая сетка дополнительно разгоняет электроны, летящие к аноду, и они ударяются об анод с такой силой, что выбивают вторичные электроны, которые долетают до экранирующей сетки и создают там ток. Это явление назвали динатронным эффектом. Ну и как же, спросите вы, с ним бороться? Правильно, поставить еще одну сетку. Втыкаем ее между экранирующей сеткой и анодом, подключаем к отоду, и вот мы уже получили пентод. Смотрите, пентод, пять электродов, пять пальцев. Такая вот интересная реклама пентодов от фирмы Philips. Именно пентод стал самой популярной лампой, и его выпускали миллионными тиражами для всяких нужд. Они, ввиду меньшей проходной емкости, превосходят тревод на высоких частотах. Верхняя рабочая частота пентодного усилителя может достигать одного гигагерца. Но потом пяти электродов оказалось мало, и добавили еще одну сетку, и получили гексод, электронную лампу шести электродами, катод, анод и четыре сетки. Здесь первая и третья от катода сетки использовались для двойного управления анодным током, а дополнительная четвертая сетка, ближайшая к аноду, стала антидинотронной. Никаких других дополнительных преимуществ введение четвертой сетки не давало, а электрические характеристики гексодов мало отличались от характеристик пентодов. Идем дальше, добавляем еще одну сетку, получаем гептод, электронную лампу с семью электродами. Он в основном предназначался для преобразователя частоты в супергетеродином радиоприемнике. Добавляем еще одну сетку, получаем актод, электронную лампу с восьми электродами. Актод является дальнейшим развитием гептода. Добавление шестой сетки было обусловлено тем, что нужно было добавить в конструкцию гептоду антидинатронную сетку. Поэтому по существу Актод это тот же кептод, но с дополнительной сеткой. Однако это усложнение не дало существенных качественных улучшений и даже заметно снизило надежность приборов из-за больших технологических сложностей. Идем далее, добавляем еще одну сетку, получаем на нот радиолампу с 9 электродами. Подобные лампы создавались для использования в некоторых устройствах с целью уменьшить количество электронных ламп в устройстве, то есть как бы говоря составная радиолампа. Также существовали комбинированные лампы, в которых сочетались две и более ламп в одном баллоне, то есть по сути это ламповые микросборки. Различные магнетроны, ампритроны, клистроны, лампа бегущей волны, все это разновидности электронных ламп. Электронные лампы это целая огромная область знаний, которая за 60 лет существования накопила огромное количество материала, но накопила и умерла. Транзисторы и полупроводниковая электроника в большинстве сферах вытеснила их, но не везде. Кстати, если вам интересно сравнение электронной лампы и транзистор, обязательно напишите об этом в комментарии, чтобы я снял об этом видео. Мы их сравним, посмотрим в чем преимущество и недостатки каждой технологии и посмотрим почему же транзисторы победили. Ну а сейчас электронные лампы используются. Высокочастотные и высоковольтные мощные техники, например, в мощных радиовещательных передатчиках от 100 Вт до единиц МВт. Применяются в выходных каскадах. Магнетрон, например, можно встретить не только в радаре, но и в микроволновой печи. Также радиолампы применяются до сих пор в военной промышленности, потому что они являются устройствами значительно более устойчивыми к таким поражающим факторам, как электромагнитный импульс. Также применяются в космической технике и, конечно же, в звуковой аппаратуре. Есть даже такое понятие, как ламповый звук. Благодаря специфическим особенностям искажения, так называемое теплое ламповое звучание, которое до настоящего времени не удалось полностью воспроизвести в широкой практике при использовании полупроводниковых аналогов. Электронные лампы весьма популярны в усилении звуковой аппаратуры. Ну а тем временем на Алиэкспресс в самом разгаре идет распродажа «Черная пятница». То есть пришло самое время закупиться электроникой, да и вообще всем необходимым для дома, быта или гаража по хорошим скидкам. Я оставлю вам ссылки в описании на товары со скидками, электроники, инструменты, электронику для дома и различные расходники, которые всегда пригодятся. Но вы пишите в комментарии, о чем хотите ищите выпуск. Нужно ли сделать сравнение транзисторов и электронных ламп? Ставьте лайк, если вам понравился сегодняшний выпуск об электронных лампах. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Веселый электрончик», там у нас интересно и весело об электронике. И конечно же на этот ютуб-канал «Радиолюбитель ТВ» впереди у нас еще так много видео, так много недосмотренных тем, а не подпишитесь и все пропустите. Ну а я с вами на этом прощаюсь, всем пока.